Так, давайте откроем X-код для начала. И, наверное, пускай это будет новый проект. Значит, сегодня мы немножко поговорим о такой классной вещи, как мультизадачность. То есть, вещь замечательная, очень полезная и очень часто используемая. Суть мультизадачности в том, что наше приложение будет выполняться не только в главном единичном потоке подряд, но и использовать некоторые другие потоки, а также ядропроцессора. Так, ну то есть, в принципе, что такое мультизадачность, я думаю, понятно, да? То есть, когда у вас есть энное количество потоков, которые выполняются параллельно и, соответственно, вы можете, скажем, одновременно выполнять несколько задач, которые требовательны по времени и так далее. Чем интересна и чем неинтересна мультизадачность, в принципе, не только в его спроектах, но абсолютно везде. Интересно тем, что, опять-таки, ваш код достаточно оптимизирован в плане того, что вы можете выполнять несколько задач одновременно, соответственно, используя энное количество ядер процессора, если они у вас доступны. Ну то есть, скажем, на двухъядерной системе, разумеется, вы можете запускать два физических потока, которые будут работать абсолютно параллельно и друг другу не мешать. На четырехъядерной там четыре и так далее. Но помимо, как бы, количества ядер, разумеется, мультизадачность не ограничивается количеством ядер, вы можете запускать очень большое количество разных потоков и они будут выполняться как можно более параллельно. Зачем это бывает нужно? Самое первое, скажем, это то, что у вас есть некая задача, которая достаточно растяжима по времени, ну то есть, достаточно длинная. Обычно это задачи, к примеру, доступа к большим данным, задачи доступа к серверу, там, ожидания ответа, какие-то очень длинные математические расчеты и так далее. Какие задачи достаточно полезно выносить в отдельный поток для того, чтобы они себе спокойно выполнялись и не блокировали выполнение каких-то других задач, которые более критичны по времени. В чем особенность мультизадачности в iOS? Весь ваш пользовательский интерфейс, который вы видите на экране, он выполняется в одном главном потоке. То есть, есть такое понятие, как главный поток. Это тот поток, в котором, собственно, у вас создается интерфейс и тот поток, в котором у вас код выполняется по умолчанию. Если же вы используете какие-то вещи, которые требуют длительного ожидания, то эти вещи обычно выносятся в поток. Яркий пример – это вы нажали кнопочку «Логин» и вы отправили на сервер некоторый запрос, который вас должен сервер аутентифицировать. Обычно это происходит не мгновенно, а спустя некоторую задержку, энное количество миллисекунд. Причем часто разное количество. Для того, чтобы пользователь не подумал, что ваше приложение зависло, вам неплохо было бы, скажем, на экране отобразить какой-то спиннер вращающийся или просто хотя бы вывести надпись, что загружается или аутентификация происходит или еще что-нибудь в этом роде. Для того, чтобы это у вас сработало, вам необходимо саму отправку и ожидание ответа вынести в отдельный поток. Иными словами, отдельный поток будет ожидать вашего ответа, а главный поток будет продолжать работать, как ни в чем не бывало. Соответственно, ваш интерфейс не будет тормозить и все у вас будет работать как надо. То есть, это уже такие самые-самые базовые основы юзабилити. Пользователь не любит, когда приложение тупит. Пользователя абсолютно можно понять и давайте не заставлять пользователя нервничать. Следовательно, давайте как бы хорошо и качественно использовать мультизадачность. В EOS мультизадачность представлена несколькими путями, скажем так. Первый путь, он же самый старый. Это так называемый NS-Tread. Это класс, который, собственно говоря, создает поток и в этом потоке выполняет некоторый год. На данный момент этот метод практически не используется, поскольку, опять-таки, он достаточно старый и он не лишен некоторых недостатков. То есть, если вы хотите конкретно прочитать про этот метод и удостовериться в этом сами, то, пожалуйста, есть класс NS-Tread, он до сих пор может быть использован. Ну, в общем, почитайте. Также существует такая штука, как NS-Operation-Q. Это уже гораздо более толковый и интересный механизм для мультизадачности. О нем пару слов позже, но остановимся мы гораздо более подробно на такой штуке, как Grand Central Dispatch. Это низкоуровневая библиотека, которая есть как в EOS, так и в OSX, и она обеспечивает достаточно простой и интуитивно понятный уровень мультизадачности. Собственно говоря, приступим к небольшому дему. Пускай это будет просто мультитаскин демо. UnitTest уберем, создадим этот проектик и на методе view.vill.pr. На методе view.vill.pr мы выполним некоторый мультизадачный код. Данный NS-Log выведет информацию о том, что он находится в главном потоке. При вызове следующего кода мы перейдем в некоторый параллельный бэкграундовый поток. Запустим, посмотрим. Код хорошо видно? Сейчас я объясню подробнее, в чем суть. Аллоу. Мы запустили приложение, и помимо всякого странного дебагового вывода, мы увидели две интересных строчки. I am in main thread. Ну, собственно говоря, что логично, потому что наше приложение запустилось в главном потоке. В дальнейшем оно создало бы граундовый поток и уведомило пользователя об этом. Вот эти две строчки в логе. Этот пример показывает всего лишь, как перейти в бэкграундовый поток, но по сути он не является суперинформативным. Однако для начала давайте все-таки его разберем и немножко поговорим о том, что здесь произошло. Существует, как я уже сказал, библиотечка Grand Central Dispatch, которая сокращенно называется GCD. Она предоставляет интересную функцию, которая называется Dispatch Async. В чем суть? Эта функция принимает в себя два параметра. Первый – это название очереди, в которую надо запихнуть новый код, ну, в смысле, новый асинхронный код. И второй – это, собственно, блок, который требует, который, собственно, предоставляет тот код, который нужно выполнить асинхронно. Что такое блоки? Вы знаете? Окей, хорошо, пару слов о блоках. Блок, ну, скажем так, тот, кто знаком с функциональным программированием, может знать, что во многих языках можно передавать в качестве параметра к одной функции другую функцию. Ну, например, в JavaScript это называется холлбеками. Вот, блок работает примерно так же, но на самом деле представляет собой переменную, которая содержит не какое-то определенное значение, а просто кусок кода. Вот, при вызове этого блока, соответственно, выполняется этот кусок кода, который в нем находится. Этот кусок кода обозначен вот так. Вот он. То есть, в данном случае это просто и на слог I am in background thread. Так, теперь немножко поподробнее. Для большей наглядности давайте немножко объявим нашу очередь. Это переменная типа dispatchQt. MyCustomQueue. MyCustomQueue. Queue это очередь. Равно dispatchQcreate и ее название. Атрибуты можно оставлять нулями, если вы просто хотите создать некоторую бэкграундовую очередь и не сильно напрягаться по поводу ее, скажем, ее приоритетов, ее там всяких параметров и так далее. Это просто ставите нолик, все работает. Вот. Передаем ее в качестве параметра и передаем в качестве параметра функцию dispatchSync, собственно, нашу очередь и наш блок. Таким образом мы выполняем код в бэкграундовом потоке. Давайте, собственно говоря, как-то это дело протестируем еще. Самая такая широко используемая задача для мультипоточности это сетевые запросы. К примеру, мы хотим выкачать стартовую страницу Google. Давайте это сделаем. nsurl, startpage, url, nsurl, url is string, http, google.com. nsdata, page, data, равно nsdata, data with contents of url, google.com. Я не знаю. Давайте просто выведем потом эту дату в виде статьи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И после этого кода поставим еще одно интересное на сломку. I am still in mainfright. Итак, запускаем. Смотрим, что напишется в нашем блоге. Конечно, начиная с iOS 9, если я не ошибаюсь, или iOS 8, iOS не пускает на HTTP просто. На HTTPS пускает? Да. Да, это можно отключить. А что это вообще означает, что это шифровая? Ну... Может так, www.google.com. Ладно, какой у нас сайт может быть? Не знаю, пускай это будет Stack Overflow, без разницы. Да-да-да, вижу, вижу, вижу. Ладно, сделаем действительно немножко проще. Если оно и сейчас не заработает, то выключим App Transport Security. И... Ага, ну вот оно заработало. Хорошо, спасибо большое. Итак, помимо кучи всяких не интересующих в данном случае нас вещей, ищем в блоге строку I am in main thread. Вот она. Мы ее нашли. То есть, вот этот код. Мы выполняемся в главном потоке. Далее, тут же под ней вывелось, что я до сих пор в главном потоке. Где был этот NSLog? Вот здесь. Следовательно, как мы видим, главный поток выполнялся независимо от того, что у нас выполнялось в бэкграундовом потоке. Потом мы вывели, что мы в бэкграундовом потоке. Дальше пошел всякие запросы, запросы, запросы. Много-много всего. И в конечном итоге содержимое страницы, стартовой страницы. Вот такое оно большое. То есть, иными словами, мы создали два потока, которые выполняются абсолютно параллельно. Ну, в смысле, один из этих потоков уже и так был создан, потому что это главный поток. И второй поток, который мы создали, он выполняется параллельно главному. Таким образом работает мультизадачность. Давайте сразу, есть ли вопросы по этому коду и почему это так работает? Даты в строку. А просто даты в строку? Мы содержимое нашей NS-даты вытаскиваем. То есть, скажем, если мы откуда-то прочитали NS-дату и мы точно знаем, что это текст, мы его таким вот образом можем перевести этот текст. Мы можем вывести пейдж-дату и сейчас вы посмотрите, что будет в результате. Ну, скажу сразу, это будет не сильно читабельно. Да, поэтому давайте лучше оставим строку. Так, ну, вот теперь наша дата является нашей стакой. Почему эти два куска кода выполняются параллельно? Понятно? В качестве синтаксиса вам достаточно запомнить название самой функции. Это dispatch async. У вас будет подсказка. Первая это dispatch ut. Ну, то есть, это ваша очередь, которая создается с помощью dispatch ukraine. Там тоже дастся подсказка. То есть, название очереди, ее атрибуты и log. Если вы просто сюда нажмете enter, у вас, собственно говоря, создадутся необходимые скобочки и здесь вы будете писать просто сам код. То есть, xcode за вас, ну, в общем, подскажет вам, если вдруг что-то нужно в этом плане. Однако, скажем так, функции dispatch async это все... Grand Central Dispatch не ограничивается функцией dispatch async. Но, тем не менее... Да. ...насчет main и global. Что насчет main и global? Есть еще dispatch async main и global. ...диспатч async. Я хотел узнать какая между ними разница. Так, dispatch async... Нет, ну, у нас есть dispatch async, просто async и все. Для того, что... Ну, насчет main и всего остального... ...насчет main и global... ...диспатч async. Я понял, о чем вы. Для того, чтобы из бэкграундовой... Да, для того, чтобы из бэкграундовой очереди перейти в главную очередь, то есть в main наш, мы пишем просто... ...диспатч get main queue. ...диспатч get main queue. Таким образом... ... 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 Нет, есть главная очередь, есть глобальные очереди, которые мы посоздавали. То есть мы можем создать n-ое количество глобальных очередей, но главная очередь будет только одна всегда. То есть getGlobalQ получит идентификатор очереди по ее имени. Либо создаст. Ну, как бы, в основном получил. В принципе, я рекомендовал бы все-таки создавать свои очереди для того, чтобы не париться с чужими. Но, тем не менее, все-таки существует еще такая штука. Dispatch getGlobalQ. Так, Dispatch... Вот она. Dispatch getGlobalQ. Dispatch getGlobalQ и так далее. Для того, чтобы использовать глобальные очереди, вы должны знать, собственно, какая это очередь. Есть несколько идентификаторов, ну, доступных от системы идентификаторов глобальных очередей. Первая это последовательная очередь, вторая это параллельная очередь. В чем суть? Если вы в последовательную очередь запихнете какой-то блок, то он... Точнее, n-ое количество блоков, которые вы запихнете в эту очередь, они будут выполняться один за другим. То есть, по очереди, последовательно. Если вы запихнете блоки в очередь, которая называется concurrent, то есть, ну, конкурентная, последовательная, параллельная очередь, эти блоки будут выполняться одновременно. Также существуют присозданные очереди с разным приоритетом. То есть, priority low, соответственно, приоритет низкий, priority high, приоритет высокий. Да, ну, как бы, помимо этого существует еще несколько очередей. Вот они тут. Ну, в общем, для того, чтобы получить вот эти вот идентификаторы, вы просто набираете dispatch queue, ну, и, как бы, в дальнейшем оно вам подсказывает, какие очереди у него есть. Вот, в принципе, вы можете использовать глобальные очереди. Ну, хорошо, может быть, это дело вкуса, но я привел сам создавать их. А еще какие-то питания. А там ну и встречи в параметрах. Это будет стоить в очереди, где все будет параллельно, или последовательно? Да, да, да. Это, так, dispatch queue serial, ну, это последовательная очередь. А, то есть, если 0 стало, что многооблачание последовательности? Да. Сейчас, а давайте глянем. Кажется, кажется, единичка создаст последовательную очередь, параллельную очередь. Так, userial.inactive. В общем, надо гуглить, я не помню точно этот параметр, потому что... Прошу написать название, без разницы. А, окей, а еще что-то спитать. Если нам нужно создать одну очередь, и потом в эти очереди только запускать цели. То есть, если твой метод запускается багато раз, пропустим, то в этом случае будет создаваться куча очередей, или только одна очередь, майкусь этого пива. В данном случае у нас будет куча очередей. Но, если мы хотим, скажем, эту очередь сделать глобальной для всех, то нам ничего не мешает сделать вот так. Ага, понятно. А если мы работаем с статиком, то это название? Да, либо статик. Ну, я думаю, так будет несколько понятнее и логичнее в данном случае. То есть, пускай это будет property, которая будет пересоздавать очередь. Даже можно написать вот так. is of myCustomQueue равно null. То есть, если очередь не создана, то создаем очередь. Иначе просто переиспользуем. Так, что еще по этому коду необходимо было бы сказать? То есть, вот этот вот код, это, скажем так, 90... Ладно, не 90, а 80% использования Grand Central Dispatch. Здесь все достаточно просто и прозаично. То есть, вы создаете очередь, вы в эту очередь запихиваете некоторый блок кода, который выполняется параллельно главному потоку. И когда вы закончили выполнять вот этот вот бэкграундовый код, вы опять возвращаетесь в главный поток и рапортуете результаты. Как вы видите, это все использует одну и ту же память. Одными словами, если мы хотим переиспользовать какой-нибудь NSString, сам текст, даже сделаем вот так вот. Сам текст будет вот такой. Но прежде чем переиспользовать, вы должны дописать идентификатор блок. Тогда это переменная, и ее значения будут доступны во всех блоках, которые вы впишете внутрь. А если они только блоки используют, то тоже она будет доступна? Или только блоки используют? Нет, она будет доступна везде, включая блоки. То есть, в принципе, все достаточно просто и достаточно компактно. Вот в этом большое преимущество Grand Central Dispatch. Давайте немножко попробуем сделать что-то более жесткое. живое в качестве примера. Так, вот это мы и оставляем, ну, наверное, закомментируем. И то, что было домашним заданием. То есть, табличка с картинкой. Так, где там на stable view? Вот на stable view. Справить в этом стене везде. Наш контроллер, соответственно, наследует VyTableViewViewDelegate, VyTableViewDataSoptions. Так, number of rows number of sections Количество секций одна, и пускай будет пас. Так, в силу полу индекс пас. Вау. Ой. 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 Итак, в нашу Целзу мы положим некоторую картинку. Дата висконтенсив вирл, и наш вирл с нашей картинкой. Не знаю, пусть это, видимо, надо будет все-таки обтранспорт и отключить. Ну ладно. Сейчас. Так, так, скейл. Так, ах, ну да. Да, конечно. Тебе уже надо, собственно, привязать. Да. Дата висконтенсив виза. И теперь можно вирл снять. Аптранспорт секьюрити. А, ну да, и сел. Ладно. Аптранспорт секьюрити попробуем исправить с помощью под FPS, а ячейку, ячейку, да, ячейку надо создать. Угу. Ну да. Угу. Нет, она в транспорт секьюрике уже не пугается, но поскольку в ячейке должна быть картинка, мы это все сейчас сделаем. Ячейку побольше, на контент-вью мы положим картинку, на всю ширину и сделаем маску картинку. И, собственно, для того, чтобы это все по-человечески работало, нам необходимо для TableViewSell сделать еще не пугался. Делаем TableViewSell. Пускай будет просто TableViewSell. Привязываем это в класс ячейки. Делаем необходимые ответы. Подключаем этот паз, соответственно, сюда. Привязываем это НУ做, кстати. Вergим Тün SL30 длим о установлен. Привязываем АС0. Привязываем в С Turnut. Нет, все-таки не хочет она так работать Ладно Сейчас найду какую-то другую картинку А ну-ка, если так Да, сейчас, наверное, лучше отключить App Transport Security, чтобы не сильно мешал App Transport Security Settings Сейчас смотрю, как его отключить Отключить его вроде как вот так О! Ура! Ну, собственно, пускай будет такая картинка Здесь наша таблица будет оттормаживать, пока наша картинка закрывается Давайте мы, наверное, найдем какую-нибудь картинку побольше Для того, чтобы это было еще заметнее Размер большой картинки Какую-нибудь очень большую картинку Что-то мне так Все У нас идет загрузка Приложение абсолютно не отвечает, ничего не делает Нет никаких признаков жизни Признаки жизни появятся только после того, как наша загрузка закончится Вот Мы дернули таблицу У нас перегружаются картинки Опять Каждый раз Каждый раз, когда вызывается self-road index path Соответственно, все тормозит Вот Еще не достроилось все до конца Только-только достроилось, хотя я несколько секунд назад это сделал В качестве юзабилити это очень плохо Давайте это сделаем немножко интереснее Ну, собственно, здесь, короче Здесь вот 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 И так далее. Как вы видите, что-то уже начало происходить. Однако, в данном коде есть некоторое количество ошибок. Первая ошибка – это то, что изменение объектов интерфейса обязательно должно проходить в главном потоке. Это обезопасит вас от неприятных и крайне непредсказуемых результатов. Поэтому здесь мы делаем Dispatch Sync, Dispatch Pet Main Queue, и уже в главном потоке мы обновляем наш image. Однако, здесь есть еще одна проблема, которая не видна на первый взгляд. Может быть, кто-нибудь скажет, с чем это может быть хотя бы теоретически связано? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в принципе, ваши рассуждения на самом деле были правильными. Поскольку в self.row.at.index.path наша ячейка пересоздается, но тем не менее асинхронный код по-прежнему выполняется для текущей ячейки. Иными словами, если у нас здесь есть разные картинки... Давайте, кстати, наверное, это немножко проверим. Так, чтобы это было нагляднее. Создадим массивчик наших картинок. Создадим массивчик наших картинок. первая картинка вот вторая картинка ну все пускай будут большие картинки для того чтобы было наглядно вот третья картинка давайте ограничимся пятью картинками просто чтобы они были подряд четвертая ну и пускай будет итак загружать мы должны картинку которая лежит в селф-имиджес по индексу индекс-пас-роу и и того у нас просто будут по кругу перегружаться эти картинки принципе если мы это не будем на слишком сильно трогать дергать то она в принципе будет работать то есть первым у нас самолет какой-то мальчик горы пироженка и яблочко и так самолет мальчик о нарушение порядку видите в чем суть вот это проблему мультизадачности каким образом этого избежать давайте подумаем вместе у кого есть какие предположения то есть как конкретно от этого избавиться это не самый лучший вариант поскольку наши картинки достаточно много весят и держать их в памяти ну не лучший выход а если у нас скажем 100 картинок каждая по 20 мегабайт у нас займется 200 мегабайт место которое мы можем запас освободить то есть то есть то есть ну как бы в данном случае конечно нам большое разрешение не нужно но предположим нам это нужно то есть это то есть но то есть то есть то есть С одной стороны да, но с другой стороны наша загрузка происходит в момент скроллинга нашей таблицы. Соответственно, если мы скроллим все время вниз, то проблемы будут возникать реже. Но если мы вдруг решили проскроллить вверх, наша последовательность нарушается. Значит, может тогда создавать количество селлов по сколько элементов носили, чтобы они не пересоздавались. Но тогда мы опять-таки будем держать в памяти все наши имейджи. Ну, с нескольких потоков тогда, значит, его можно. С одного потока. Ну, скажем так, первый вариант, который здесь возможен. От количества потоков в данном случае мало что изменится, к сожалению. Мы можем каждой ячейке присваивать некоторый идентификатор. Собственно говоря, помимо... Ну, какой у нее может быть уникальный идентификатор? Это ее позиция, ну, то есть, ее index-past.roll. Это может натолкнуть на мысль о том, что мы можем сравнивать картинку, которая была загружена, и, скажем так, актуальна ли эта картинка для данной ячейки. Давайте посмотрим, как это можно неплохо сделать. Во-первых, этот код в таком случае гораздо лучше вынести сюда. loadImage.com.internet И мы сюда передадим... Пускай будет NSString и RLString. Реализуем этот метод. Реализуем этот метод. Не, массив тут не нужен. Пускай здесь мы создадим еще одну загрузку, еще одну очередь. Просто, скажем. Ради того, чтобы не париться. В эту очередь мы вынесем код загрузки точно так же, как и там. Таким образом, мы в каждую ячейку вынесли отдельный код загрузки. Здесь явно чего-то не хватает. Здесь не хватает, собственно говоря, проверки. Проверку мы можем организовать следующим образом. Можем создать property. который назовем currentIndexPath. CurrentIndexPath Итак, мы запомнили некоторый рядок нашей картинки, точнее, рядок нашей ячейки, когда начиналась загрузка. Когда загрузка закончится? Давайте проверим, рядок соответствует или нет. Если currentRow равно selfCurrentRow Если соответствует, то тогда мы уже отображаем актуальную картинку. Если не соответствует, то мы просто не делаем ничего. Так, это мы комментируем. Здесь напишем sell.currentRow also indexPathRow и sell loadImage from Internet По вот этой Давайте проверим так ли оно работает или нет. Оно по-прежнему работает не так. Как видите, все равно все перепуталось, однако со временем этот порядок восстанавливается. В чем может быть проблема? Ну, ни у кого никаких положений нет. Окей, давайте подумаем вместе. Наша ячейка здесь что делает? Она пересоздается. Точнее, она не пересоздается, она реюзается. То есть она уже создана, в ней уже есть картинка, и эта картинка автоматически отображается. Так? Может быть имеет смысл обнулить эту картинку? Так. ... Теперь у нас все загружается в правильном и нужном нам порядке. Однако, как вы видите, каждый раз, когда мы это делаем и юзаем, мы загружаем все заново. Одну проблему мы побороли. Проблему синхронизации загрузок этих картинок и загрузки картинки в правильном порядке. Какая в данном случае у нас есть еще проблема? Да. Как бы вы предложили эту проблему исправить? А давайте, блин, мы кэш создадим, а? Так. Вариант. Иными словами, что мы здесь должны написать? Мы загрузили картинку. Точнее, даже перед загрузкой. Давайте-ка проверим, есть эта картинка или нет. Для этого... Так. Как бы это лучше сделать? Ага. Это лучше сделать вот так. НС-стринг файл-нame. Равно. URL. Так. Файл пас-урл. Так. path-extension, path-components, last-opjust. Таким образом, мы вернем само имя файла этой картинки. Давайте эту картинку сохраним. Например, в документе. Ух. Как там? А? Как дальше? Спасибо за своим чувствуством. Так, documents directory.url И сейчас просто скопируем код предыдущего проекта. Сохранить картинку по пути. Пусть это будет nsdata и matchdata. И кучи. ns string.path. Ну так, чтобы это было отдельным методом. Так, documents.url это наш документ. Файл.path это documents url.path. Файл.name это... Ага. Сделаем image file. Пускай будет 4. Файл.path. И соответственно наше имя штата. Write on file. File name. А памятник. Таким образом мы сохраним нашу единожды загруженную картинку в файл. И в дальнейшем мы можем попытаться ее загрузить. Загрузка картинки из файловой системы будет несколько быстрее. Итак. Что мы здесь должны сделать? Мы посмотрели файл. Файл.path. То есть полный путь картинки это nsdata, ну через documents. А. Ну да. А. Ну да. Пускай это будет full file name. Вот так. То есть таким образом мы получим полный путь к этому файлу, который теоретически у нас может лежать documents. Если конечно мы его сохранили. Теперь проверяем. Если nsfilemanager. Default manager. File exists at path. Full file name. Если у нас этот файл уже есть. То тогда мы просто сразу же переходим в главный поток. Наш cell image. Ну хотя нет. Не переходим в главный поток. Загружаем наши данные из файла. Data with contents of file. Full file name. Если мы нашли такой файл по пути, то мы его загрузим. Если же его нет, то мы для начала его скачаем. В смысле мы его, да, мы его скачаем. Запихнем в image data. Сохраним. Save image file to path. Так. Data. Это image data. И image file name. Ага. Это его файл. Таким образом он у нас, если он у нас не скачан, мы его скачаем и просто-напросто отображаем. В любом случае. То есть если у нас ячейка еще актуальна, то мы так вот сделаем. То есть по идее такая оптимизация должна решить нашу проблему. Проверяем. Бинго. Работает. Собственно говоря, вот такими вот нехитрыми или хитрыми махинациями, кому как понятнее или непонятнее, мы добились того, что наши большие картинки в каждой ячейке загружаются а. Синхронно. Б. Туда, куда нужно. У кого есть какие вопросы по этому поводу? Ну, сейчас пойти с такого поводу еще зачем. Я там, ты пошли в голову из рук и я рано узнал о своем поводу. Да. Без проблем. Итак. Что мы делаем в самом начале? В самом начале мы создаем массив ссылок на наши картинки большие. В данном случае у нас их 5 штук. И, соответственно, в методе self-forward index pass мы при создании ячейки во-первых запоминаем ее индекс, во-вторых говорим загрузи-ка картинку из интернета по такому-то адресу. Ну и, соответственно, выводим эту картинку. Вся соль сохраняется в методе load image from интернет. Здесь мы сперва сохраняем наш текущий индекс ячейки для того, чтобы впоследствии проверить, не изменился ли он после того, как мы все загрузили. То есть, каждая ячейка держит в себе индекс до загрузки и после загрузки изображения проверяет, изменился ли индекс. Если индекс изменился, значит, соответственно, наша ячейка была переиспользована и, соответственно, картинка может быть уже не актуальна. Что мы делаем дальше? Во-первых, мы очищаем картинку, прежде чем вывести новую, для того, чтобы, скажем, не было никакой путаницы. То есть, для того, чтобы картинка всегда была актуальной, либо не было ничего. Далее. В бэкграундовом потоке мы получаем URL нашей картинки и получаем путь, по которому мы хотели бы эту картинку сохранить локально. То есть, в данном случае это documents и имя нашего файла. Имя нашего файла будет, к примеру, здесь это 56, E31 и так далее. То есть, достаточно-таки уникально. Соответственно, путаница быть не должна. Мы сохраняем это с расширением чпек. И, соответственно, прежде чем это загрузить, мы смотрим, есть ли у нас такой файл. Если у нас такой файл есть, то мы просто загружаем его локально. Мы не обращаемся опять к этому URL. Если же нет, то мы сперва его скачиваем, сохраняем и уже подгружаем то, что мы скачали. Далее мы проверяем, не изменился ли наш индекс. Если наш индекс не изменился, то мы со спокойной душой просто показываем эту картинку. То есть, все процессы, все потоки будут параллельны? Да. То есть, если у нас есть инфекция, вы найдете на 150, ну или марган выстрелка-выстрелка, то пока все по порядку не загружаются, мы не побачим себе картинки, да? Не совсем по порядку. В данном случае они все будут идти параллельно, поскольку очередь мы создаем каждый раз новую. А, понятно. То есть, в данном случае для каждого блока мы создаем отдельную очередь, и нас не интересует, она параллельная или последовательная, поскольку там всего лишь один элемент в очереди. Вот этот вот наш блок. Таким образом, если мы это скрыгнем быстро-быстро-быстро, то да, у нас запустится большое количество потоков, но когда каждый из них отработает, у нас будет уже большой и толковый кэш. То есть, все картинки будут в нашей памяти компьютера, ну, в нашем SSD, а какие-то картинки шинят ранее будут в памяти? Да. То есть, таким образом, у нас, ну сколько тут, раз, два, три, четыре, пять, шесть, у нас в памяти будет загружено только шесть картинок. При скроллинге у нас будет загружено по-прежнему всего лишь шесть картинок. Просто они будут перегружаться из нашего кэша. Ну, в данном случае картинки были взяты большие для того, чтобы показать, что, как бы, таким образом достаточно просто съесть всю доступную память, если у нас картинки будут, скажем, еще больше. Ну, или, как бы, картинка это всего лишь пример, там, мы можем держать какие-то просто большие объемы данных. Вдруг это необходимо. То есть, таким образом, мы сделали такой небольшой кэш, и этот кэш мы наполняем в процессе загрузки, собственно, этих картинок. Если в нашем кэше уже существует эта картинка, то мы просто, ну, просто идем дальше. А, если мы с очень-очень-очень-очень попытаемся взвлечаться до этой самой картинки, яка в кэшке у нас, то это не могу ли мне эти проблемы с этим? Еще раз, я не совсем понял вопрос. Да. Проблем не будет, поскольку первый поток, который загрузит этот файл, он его сохранит. Да. То есть, у нас будет уже этот файл и в дальнейшем, то есть, когда первый поток сохранит этот файл, все остальные, да, окей, они могут его перезаписать. То есть, ничего страшного, но файл все равно будет уже. Я понимаю, что, ну, ну, это какая-то моя цель. Да, 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 да. А почему это, когда есть потоки, скотч, достучать себе пользу локального файла? Стим, нет ли вы, нет? Нет. И теперь, что мы захочем его прочитать, а что записали? Это все равно... Да, и это делает операция Atomicly. Ну, то есть, флаг атомарной записи говорит о том, что это делается за одну операцию. Ага. То есть, он автоматически блокирует файл? Да. Да, то есть, таким образом мы себя еще более обезопасим. То есть, в принципе, это достаточно несложно. Однако, при разработке какой-то параллельной модели выполнения чего-либо могут возникать проблемы именно синхронизации этих самых потоков. Вот. Вот эти вот проблемы синхронизации потоков не всегда легко решаются, поскольку асинхронные проблемы говорят о том, что они могут возникнуть, а могут не возникнуть. И дебаг этих вещей иногда затруднителен. Однако, ну, скажем, на этапе планирования вообще вашего асинхронного кода вы можете исключить большинство проблем, просто хорошо продумав, как это будет работать и что может возникнуть в итоге. Вопросы есть? Вопросы есть? Сейчас. Да, можно сделать так. Но, опять-таки, есть любители принципиально использовать NSOperationQ вместо диспатча. И в NSOperationQ есть, на самом деле, прекрасная вещь, которая приостанавливает выполнение блока. Иными словами, если у нас ячейка реюзается, то мы просто делаем cancel для ее загрузки. Мы просто отменяем предыдущую загрузку и грузим новую. Однако, есть вообще замечательные вещи. Это фреймворки, которые уже реализуют подобный функционал. Я сейчас, честно говоря, не вспомню, как правильно сейчас называется этот фреймворк. Но суть в том, что там уже реализована асинхронная загрузка файлов со своим кэшем, причем довольно-таки серьезные и очень функциональные. Ну, опять-таки, если кому-то будет интересно, я у ребят спрошу просто давно этим не пользоваться. Но такие штуки есть, они достаточно распространены и никто не запрещает ими пользоваться абсолютно. Наоборот, если вы хотите сэкономить время, обратитесь к сторонним библиотечкам, к фреймворкам, которые это уже за вас реализовали. Но поскольку нам с вами необходимо понимание того, что здесь происходит, то, соответственно, мы все это реализовываем руками сейчас. А еще какие-то питания. Я вот так, про запись файла, я вижу, что много потоков, а я вижу, что много потоков хочет достучаться на иконе с объектом, почитать его, например. С этим же может быть какие-то проблемы, да? Да, вот с этим могут быть проблемы. Например, если несколько потоков, точнее как, если один поток изменяет содержимое NSMutableArray, а другой поток в это же время пытается пройтись циклом по этому NSMutableArray, то у вас вылезет exception. То есть, как бы, уже на вашей совести, в данном случае синхронизация этих всех процессов. То есть, да, такие проблемы быть могут. То есть, например, блокируем этот объект, пока мы с ним не попрацуем, и дальше разблокируем? Да. Ну, как бы, самое простое, что напрашивается, это использование какого-нибудь флажка, который говорит о том, что этот массив сейчас занят. И блок может, да даже пускай в цикле подождать, пока этот массив не освободится. Ну, опять-таки, это несколько тупое и деревянное решение, однако, ну... Понимаете, ставить, ставить все в очередь тоже не решает всех проблем. То есть, у вас может быть иное количество очередей, последовательных очередей, которые внутри себя выполняют блоки последовательно, но сами они параллельные. И у вас все равно возникнет вопрос синхронизации параллельного кода. Вот, именно, ну, самые большие проблемы в параллельном коде, это именно проблемы, которые возникают не всегда. То есть, дебажить их достаточно сложно. Поэтому, еще раз повторяю, прежде чем писать, попробуйте проиграть в голове всевозможные варианты развития событий. То есть, когда потоки, например, завершились одновременно, или когда завершился поток А раньше, чем поток Б, и поток Б раньше, чем поток А. Вот, что может произойти в таком случае? То есть, это первое, над чем следует задумываться. То есть, надо следовать по логике, которая будет однозначной. Именно. Да. Вот, в Grand Central Dispatch существуют методы синхронизации очередей, но, пожалуй, об этом, наверное, лучше в следующий раз уже поговорить, поскольку... Ну, в принципе, Grand Central Dispatch – огромный фреймворк. И лекций не хватит на то, чтобы его полностью покрыть. Но, как бы, не знаю, стоит ли двигаться в данном случае вперед, или все-таки остановиться на нем подробнее, но... Помощь по нем вы без проблем можете прочитать. То есть, хотя бы понять, как он работает. Вот. Там на следующем уроке уже решим. То есть, останавливаться на нем подробнее, или двигаться все-таки дальше по темам. Ну, вот, суть ясна. Хорошо. Ну, тогда, наверное, до следы. А будет ли домашка по ценам? Домашка. Да, наверное, да, в данном случае, наверное, домашки не будет. Мы домашку сделаем потом несколько более глобальную, уже с мультизадачностью чуть попозже. Да. Так что, всем спасибо за внимание. И всем пока. До следующего раунда. До свидания.